Дорогой Владимир Владимирович, с такими обращениями я решила теперь выступать регулярно, в надежде, что вы меня услышите, а главное, в надежде, что я смогу рассказать вам то, о чем вам никто никогда не расскажет и не обратит ваше внимание. Собчак записала уже третье видеообращение к Путину, начинающееся со слов «Дорогой Владимир Владимирович, девушку можно вывести из Дома-2, а вот Дом-2 из девушки никогда». Ладно, Собчак, это вечный поиск пиара и ничего серьезного, что можно было бы обсуждать, но ведь она не одна такая. Сколько различных деятелей, с виду уважаемых и с виду же разумных, посылают свои обращения к Путину, письма, составляют петиции на его имя, шлют открытки, весточки, просят, умоляют и т.д. Мне это видится так. Дорогой Андрей Романович Чикатило, на вас лежит очень большая ответственность за наших детей, и мы вынуждены обратиться к вам напрямую, чтобы вы помогли, спасли, посодействовали с детским садиком, больницей, политзаключенными. А я в сотый раз повторяю, что любой диалог с кровавым диктатором – это унижение в рабстве. Любые просьбы к нему – это оправдание его самодурства. Каждая мольба – это жертва для его ненасытного эго. Попытки наладить мосты даже самыми благими намерениями – это легитимизация преступной власти. Это игра на их поле. При дворе каждого деспота должны были жить подхалимы, шуты, марки, крысобои и вот такие вот несогласные от интеллигенции, которые будут писать письма и выступать в роли якобы общественной совести и противовеса. На самом деле, это все одна игра по известным правилам, где за флажки не забежать и все участвующие в ней являются болванчиками, находятся на своем месте и выполняют свои задачи. Я просто не понимаю, как не появляется чувство брезгливости и отвращения, когда обращаешься к монстру, на руках которого столько крови. Насколько размыты этические рамки в российском обществе, настолько бесхребетно общественное сознание. Насколько прочно в каждом внутри живет дрожащий перед авторитетом силы и власти трус, настолько чинопочитание и инстинктивное присмыкание въелось в гены, что до сих пор кто-то считает для себя возможным садиться с ним за один стол, жать ему руку, обращаться к нему, что-то ждать, выпрашивать. В здоровых странах граждане требуют с наемных чиновников ответа в самой жесткой форме. Если те не отвечают их требованиям, то их убирают. В странах больных, феодальных, средневековых, только просят и покоряются своей участи. Хватит уже обожествлять власть. Выдавите из себя раба, наконец. 2017 год на дворе, сколько можно же. Как самим от себя не тошно. Никто не умеет уважать себя. От этого все беды. Александр Тверской Субтитры создавал DimaTorzok